Всем респект, с вами Фиспек. На своем канале я очень часто рассказываю о девайсах, и большинство из вас так уже в курсе, что стоит купить, чтобы не обосраться. Но тут я посидел и подумал, почему мы всегда обсуждаем конкретный девайс, а не говорим в целом о компаниях и что они производят. Какая хорошая, какая плохая, какая производит, например, лучшие мышки, а какая клавиатура, или может быть всё сразу. Сегодня будет очень интересно, ведь вы узнаете не только о хороших девайсах, а начнёте понимать, что и у кого конкретно стоит брать. Ну а если вам зайдёт, то будет и вторая часть, только уже про худшие компании, где я разойдусь на полную. Ты знаешь, что делать. Лайк, подписка, коммент, и не забудьте что-нибудь вкусненькое, чтобы этот ролик посмотреть просто муа, с кайфом. Ведь мы начинаем. Но прежде хочу рассказать им о фильме, который я увидел. Это презентация Y2, новой версии поиска Яндекс. В фильме разные эксперты рассказывают о новых поисковых технологиях, например, перевод на странных видео, о чём вы, я уверен, уже слышали. Но для меня была новостью, что для стримов также доступен моментальный закадровый перевод. А ещё классная тема для родителей — детские аккаунты. Теперь вы можете быть уверены, что ребёнок найдёт в интернете исключительно безопасный и подходящий по возрасту материал. А ещё в рамках Y2 представлены большие темы для поиска. Очень интересно. Поиск улавливает твой интерес к определённой теме и предлагает свою помощь. Подсказывает, что ещё имеет смысл посмотреть или почитать. Сохраняет твои закладки и всю историю поиска на определённую тему. Например, собираешься купить квартиру или машину, регистрируешь бизнес, устраиваешь ребёнка в школу. Большие темы есть для таких и множества других задач. Очень полезно, особенно когда делаешь что-то впервые в жизни. Помогает ничего не забыть, не упустить, предупреждает про подводные камни. А самое главное, что теперь это удобно храниться в одном месте и не надо держать кучу открытых вкладок. Лично у меня такие вещи вызывают восторг. В общем, я советую всем посмотреть презентацию о Y2 и узнать об инновациях в поисках Яндекса. А ссылочка будет в описании. Итак, для вашего же удобства, мой хороший ролик поделён по тайм-кодам, чтобы ты мог перемотать на интересующую тебя тему. А также я обязан уточнить, ни одна из компаний в этом ролике по производству ROI-периферии мне не платила. Если у тебя есть какие-то сомнения, можешь рассказать это моему кошельку. А начать я хочу сюрприз-сюрприз с FIFINA. Да, для многих то, что эта компания будет в этом ролике, было супер очевидно, но есть несколько интересненьких фактов. Например, вы знали, что эта компания была основана в 2009 году. И никто о ней не слышал до 2019 года, то есть спустя 10 лет. А что случилось? Да, они выпустили свой самый популярный микрофон FIFI NK669. И чуть ли не все блогеры начали о нём снимать видосы, а половина страны, соответственно, его покупать. И это неудивительно, потому что что до него было, все себе мечтали о Samsung C01 U Pro, но при этом сидели на полёном BM800 Алиэкспресса. Успех был супер очевидный, потому что за 2000 рублей ты получаешь микрофон, который по качеству звука такой же, как микрофон, и в три раза дороже. И тогда ему аналогов вообще не было. Париться, собственно, FIFINA не стоило. Его и так покупают. Поэтому они начали его дорабатывать. Выпускать модели со съёмным проводом, несъёмным, с разной комплектацией, с разными цветами. Но это, по сути, был один и тот же микрофон с одинаковой начинкой. Потом выходили ещё разные модели, например, калька на блюете, или вот это вот страшилище в виде ракеты. Не знаю, мне дизайн мега не нравится. Но все эти микрофоны были с хорошим качеством звука, просто они не сыскали какой-то особой любви, пока не вышел FIFINA Playingame. И чтобы ролик не превратился в отдельный обзор, просто знайте, это на сегодняшний день самый лучший микрофон по цена-качеству. Потом вышел A8, это доработанная версия Playingame, с чуть более лучшим дизайном и качеством звука, ну и, соответственно, дороже. Но параллельно разрабатывались динамические микрофоны. FIFINA K658, который, кстати, прямо сейчас у моей девушки. И FIFINA K688, это комбинированный микрофон с USB-подключением и XLR. Еще учитывайте то, что FIFINA это не просто какой-то там микрофон для записи, например, репа, а они позиционируются как немножко геймерские, поэтому у них у всех последних моделей хороший дизайн, а также они сделали очень узнаваемый логотип, вот эту вот улыбочку. При этом каждый микрофон оснащен какой-нибудь своей фишкой, типа подсветки, мута микрофона или прямого мониторинга звука. Все это так или иначе отражается на любви людей к этим микрофонам, и сейчас в сухом остатке получается, что аналогов просто нету за такие деньги. А если есть, то на порядок дороже и не всегда продается в России. А ключевая особенность FIFINA то, что практически все вот эти вот ходовые модели продаются у нас в том же ДНСе. Даже наушники, блин, только вышли, сразу же всем полюбились, офигенное качество звука и особенно микрофон в них, и сразу же появились в ДНСе, можете просто пойти и взять. Не перестану хвалить FIFINA, потому что именно благодаря ним теперь ты когда сидишь в Дискорде, кардинально отличается 2022 год от какого-нибудь 2018-го. Напишите, пожалуйста, в комментариях, каким микрофоном пользуетесь конкретно вы, потому что мне кажется, им пользуется настолько много людей, что среди моих подписчиков, ну точно, больше половины используют именно какой-нибудь FIFINA. Ну а на будущее, если тебя твой незнающий друг спросит, а какой же мне микрофончик взять, говори FIFINA, а не вот это вот говно. Я надеюсь, ничей религиозное чувство не задел, потому что да, HyperX Cloudcast дерьмо, но почему он дерьмо, объясню в ролике про худшие компании, если он выйдет, если вам этот видос зайдет. Ну а мы идем дальше, и тут со мной много людей не согласятся, но это RAZER. Сразу хочу уточнить, RAZER делает много оверпайснутого говна, но есть отдельные направления, в которых они прям преуспели, причем очень бюджетно. Сейчас вы скажете, чё, RAZER бюджетно? Да, чуть позже в этом убедитесь, но для начала еще одно пояснение. Вот эта вот философия, все девайсы от одного бренда, это лютейший бред. Вы можете собрать за этап какого-нибудь одного цвета в одной стилистике, или вообще без логотипов, но собирать все девайсы от одной компании, это я никому не советую. На моей памяти вообще нет ни одной компании, которая делает прям все идеально. Так что ж там умеют RAZER? Почему она для меня лучшая? Ну, во-первых, это самая лучшая веб-камера в принципе. Есть вот, например, самая популярная веб-ка в мире, это Logitech C922. Сравним в DNS, и тут она стоит 10 тысяч, а RAZER Kai на 2000 рублей дешевле. Качество у них плюс-минус одинаковое, но RAZER Kai дешевле, у нее есть кольцевая подсветка и тон кожи она передает более правильно. Ну а на озоне можно вообще найти за 5000, а это в два раза дешевле, чем C922. А я, например, свою веб-ку RAZER Kai Pro взял вообще за 6600 рублей во время распродажи 11.11. Недавно вообще вышла RAZER Kai X, это бюджетная версия веб-ки, и даже она выглядит как C922, короче. Вот этот мужик прекрасный, надеюсь, он не старик не кинет за использование его кадров, сродил все эти четыре веб-ки, и вы сами можете убедиться, какая из них лучше. И как по мне, RAZER незаслуженно считают какой-то оверпрайс компании, потому что в сегменте веб-ок у нее как будто нет конкурентов, но и в то же время как будто нет внимания к ее веб-кам. И это даже как-то грустно, потому что ты постоянно видишь, как все используют Logitech, хотя RAZER в веб-ке в разы дешевле и лучше. Однозначно, если будете покупать себе новую веб-камеру, советую присмотреться на веб-камеры RAZER, и особенно посмотреть на озоне, потому что там они стоят дешево и очень часто причем по скидкам. Но что же еще они умеют делать? Мышки. И тут все не совсем однозначно, потому что конкурентов предостаточно в разделе мышек у других компаний, но есть одна особенность. Это маленькие версии мышек. RAZER Desider Mini, RAZER Viper Mini, которые, кстати, у моей девушки. Они маленькие и для многих людей будут удобнее, чем стандартные размеры. Они легкие, 60 грамм весят, и при этом безумно дешевые, особенно для RAZER. Если тебе эти критерии важны, то по сути конкурентов и нету, при том, что можно взять на том же Алиэкспрессе еще и дешевле. Да и другие мышки у RAZER тоже очень хорошие. Вообще нельзя сказать, что они оверпрайс, как, например, те же клавиатуры или наушники. Но если ты берешь веб-ку или мышку у RAZER, то ты однозначно не обострешься. А веб-ке так они делают, в принципе, самые лучшие. Следующая компания, которая, по моему мнению, является лучшая в своем роде, это ZONE51 Киберпанк и производят они игровые геймерские кресла. Узнал я о них буквально год назад. Максимально банальным образом они выслали свое кресло мне на интеграцию. Ну, казалось бы, выслали и выслали. Получил кресло, получил денежку, живи дальше спокойно, если бы не одно но. Буквально в то же самое время мне выслали еще одно кресло, которое в итоге досталось моей девушке от MSI. И вы сами можете увидеть, что с ним случилось. Но, справедливости ради, такое было у меня еще и на моих прошлых креслах. Буквально через полгода-год они у меня полностью разваливались. Честно говоря, я думал, что так и должно быть. И невозможно сделать материал, который не будет рваться спустя, допустим, год. Но, как оказалось, можно. И каждый раз, когда меня спрашивали, какое кресло купить, я просто показывал эту фотку, потому что это отличный пример, потому что кресла были приобретены, точнее, высланы в одно и то же время. Дальше, опять же, из-за моего вот этого примера и опыта, двое моих друзей купили это кресло. И они также подметили, что это лучшее, что у них было. Впоследствии уже и подписчики на стримах начали делиться своим опытом покупки именно кресла от Зон 51. И это, опять же, самое лучшее кресло, которым они пользовались. И еще одно забавное наблюдение. Очевидно, не только мне, выслали это кресло на интеграцию еще и другим блогерам. И обычно, вот как я наблюдаю, человек что-то порекламировал, да и забил. Подарил, продал или пользуется тем, что лучше у него есть. Но тут совершенно другая ситуация. Абсолютно все, у которых я видел рекламу этого кресла, впоследствии сидят именно на нем, не покупают себе ничего лучше или не отдают кому-то из знакомых. Вот именно пользуются тем, что выслали на рекламу. Это много о чем говорит. А теперь давайте по фактам. У них самая лучшая обшивка. То есть она не прорвется у вас спустя год, и это проверено уже десятками человек. Пенка внутри кресла тоже необычная. Спустя год она у меня вообще не продавилась никак. Механизм покачивания тоже более лучший, не стандартный топган. Да и крестовидно тоже интересное, более надежное. В общем, в этих креслах сделано все лучше, чем у конкурентов. Никакой DXRacer, Cougar и подобные не сравняться вот именно с этими креслами по своему качеству за такие деньги. В диапазоне 20-30 тысяч, то есть сколько должно стоить кресло, вы лучше просто не найдете. Максимально бюджетные они не делают, и на какой-то хай-сегмент там ортопедические за 70 тысяч они не замахиваются. Оттачиваются у мастерства, чтобы делать идеально бюджетные кресла. В общем, хоть мне его и высылали на рекламу, да и я бы сам бы о нем забыл, если бы оно так же бы облезло, как и все мои остальные. Но тут я уже искренне рекомендую не на правах рекламы. Следующая лучшая компания это Mukai. И специализируется она на бюджетных геймерских мониторов. Ты сейчас скажешь, типа, чё, физпек, ты ж снимал ролик про Моники и там засрал Mukai, да. Только там шла речь про конкретную модель 280 Гц, что я считаю абсолютно бесполезным. В остальном же я должен признать, что Mukai слишком, слишком вывозит своей ценой. Буквально мониторы с такими же характеристиками только в СНГ будут стоить в два раза дороже. Учитывая их цену, очевидно, есть некоторые недостатки. Например, практически у всех моделей очень хлюпенькая ножка, и по-хорошему каждому Монику нужно дополнительно накидывать на кронштейн. Есть модели, у которых просто странные характеристики, и непонятно для кого они нужны. Это как минус, можно сказать, потому что можно купить не совсем хороший монитор. Но также записать их плюсы, потому что любой извращенец, который хочет есть что-то необычное, найдёт для себя ту самую конфетку. Если отсортировать по количеству заказов и брать просто самые популярные модели в 99% случаях, ты останешься довольный. И опять же хочу уточнить, компания лучшая только по своей цене. Не все мониторы у неё идеальные, но в описании я оставлю ссылку на хорошие проверенные модели. Далее я хочу сделать такой подраздел и очень быстро пробежаться по компаниям, которые делают лучшие клавиатуры. Если с Алиэкспресса, то идеальная клава это FLE Sports, очевидно. Если доставку ждать лени, хочешь идеальное прямо здесь и сейчас, то в том же DNS Dark Project делает просто отличнейшие клавиатуры и наушники тоже неплохие. Вообще вот насчёт Dark Project у них в принципе нету плохих товаров и хочу сделать небольшой спойлер. В ближайшем будущем от них у меня придёт кастомная клавиатура с именным логотипом за 25 тысяч. По сути это будет моя первая кастомная клавиатура, я бы очень сильно хотел сделать ролик, где я бы сравнил её с какой-нибудь масс-маркет клавиатуры, например своей же вармилкой. Если вы хотите такой видос, обязательно пишите в комментариях, я до сих пор все комменты читаю и тогда он обязательно выйдет. Ну и последняя компания, которая делает лучшие клавиатуры это Red Square, а именно линейка Kyrax. Они конечно хуже чем Dark Project, но и дешевле, очевидно. Вообще тут просто смотрите на что хватает бабла, если готовы переплатить за Dark Project, лучше возьмите Dark Project. Если немножко жаба душит, то берите Red Square Kyrax TKL. Лично я бы лучше подождал FL-ки с Алиэкспресса, ну а вы смотрите уже сами, а мы переходим к самому неоднозначному, это Z-гейминг. Давайте сразу видос про лучшие компании, и Z-гейминг тяжело назвать вот в чем она прям преисполнилась на 100%, но это лучшая именно СНГ компания. И преисполнилась она в том, что ты можешь пойти в любой DNS, взять любое от них девайса и ты точно будешь знать, что это будет как минимум неплохо и при этом очень дешево. Z-гейминг лучше именно стабильность, чтобы они не выпустили, ты будешь заранее знать сколько это примерно будет стоить и какого будет примерно это качество. Хочу выделить несколько направлений у Z-гейминг, которым они чуть-чуть лучше, чем во всем остальном. Это в первую очередь мышки, действительно неплохие, практически любую возьмешь, будет хорошая. Также мой коллега игроман считает, что они делают неплохие наушники, тут я не совсем согласен, потому что единственное, что мне у них понравилось, это Z-гейминг-эйдж, единственные наушники из всех. А насчет клавиатур сейчас вообще спорно, когда есть FL-ки, Dark Project и Red Square Kyrax, их клавиатура смотрится не так вкусно, но для полного Z-тапа, опять же, можно, хотя я это осуждаю. Еще не совсем однозначное направление это вебки, потому что, опять же, существует Razerky, оно на голову выше, но если тебе нужна веб-камера прямо здесь и сейчас, а ты хочешь сэкономить пару тысяч и тебе не особо важно качество, то можно взять Z-гейминг. Еще один плюс Z-гейминга это то, что от них можно купить все, вот прям реально все, от столов кресел до ковриков и держателей для провода, чего, опять же, я вам делать не советую, но если очень хочется, то можно. А сейчас кратко хочу пробежаться по компаниям, в которых лично я не особо компетентен, так как лично не пользовался, но народное признание говорит о том, что это действительно очень хорошая компания. Акку делает очень хорошие клавиатуры, есть дистрибьютор официальный в России, можно взять на Wildberries или на Ozone. Ключевая их особенность то, что у них реально необычные клавиатуры и самый жирный комплект поставки. Лично меня это подкупает, когда тебе дают что-то нестандартное, значит, эксклюзивное, особенно, а сверху еще накидывают всякими приколюхами. Получается, даже в такой странной нише у Акку просто нет конкурентов. Fountech китайская компания, которая дает защику Logitech с их мышками, вот этими беспроводными G Pro Wireless. Модель XD5, XD7 в два раза дешевле, при этом в каких-то деталях даже лучше, чем опять же эти хваленые мышки от Logitech. Вообще у меня про Logitech есть много чего сказать, как и про HyperX, так и про MSI и еще десяток компаний, только не в этом ролике. Я очень сильно хочу сделать вторую часть и выговориться, только уже в видосе про худшие компании. Надеюсь, вам этот видос зайдет и он тогда обязательно выйдет. Но мы будем на этом заканчивать, я надеюсь, вы узнали из этого ролика что-то новенькое. Обязательно пишите в комментариях, что именно вы не знали о компаниях. Я надеюсь, я помог вам определиться, на какую компанию стоит смотреть при выборе того или иного девайса. А также надеюсь, вы заметили, что ролики начали выходить чаще, за это тоже можно поставить лайк. И следующий видос выйдет через неделю. А вам большое спасибо за просмотр, удачи и пока.